друзья мои дорогие всем добрый день снова с вами затрагиваем тему предательство предательство это осознанное нарушение клятв взятых на себя обязательств каких-то норм до правил которые были закреплены и сложились там в этом союзе в этих отношениях предательство может быть знаете как такой вот явно и однозначное когда надо изменили как-то вот у близких украли как-то жестко подставили но предательство бывает и так называемое скрытое тихо и незаметно и вот с этим все опаснее это то что может вас травить месяцами и годами это то что вы можете трактовать как нечто собой собой разумеющиеся или даже искать этому какие-то позитивные подтверждения но человек любит вас у человека но это что позитивные подтверждение ну какие такие смягченные у человека сложный период в жизни вы сами где-то там не из того захода к человеку подъехали поэтому он себя так ведет или что это вы загоняетесь и в целом все нормально по факту это предательство предательство которое наносит вам ущерб ущерб разовый или ущерб такой знаете ну с накопительным эффектом у немецкого писателя берхарда шлинка есть цитата очень хорошая отрицание это самый незаметный вид предательства собственно в этом видео мы с вами как раз и поговорим про незаметное предательство а точнее виды этого незаметного предательства но надо называть вещи своими именами ваш близкий вас предал соответственно ваш близкий тот человек который вы считали или до сих пор считаете близким но для вас реально опасен и оправдание этому искать не нужно почему это опасно потому что когда человек долго не понимает суть происходящего он просто пребывает в неведении то есть живет в розовых очках живет какой-то своей реальности и высок риск что именно в этот момент невольно человек но навредит себе еще больше доверяя предателю ведя какие-то с ним общие дела и так далее со стороны ваши отношения с тем самым предателем или предательницы могут реально выглядеть как знаете такая идеальная дружба любовь какой такое взаимодействие и окружение вашим может быть на стороне этого человека потому что этот человек усиленно отыгрывает роль хорошего и правильного и до какого-то момента окружения вам может очень сильно картинку вот это вот сбивать она вам будет транслировать да ты что у вас все так хорошо у вас все абсолютно нормально и вы сами себя можете сбивать с толку потому что не идентифицировали происходящее потому что сами даете тому что есть некие противоречивые определения что является вот тем самым незаметным видом предательства предательством отрицание давайте с вами разбираться во первых не замечать чувства близкого тот самый неглект который мы с вами уже много раз рассматривали то есть неглект игнорирование эмоциональных потребностей близкого игнорирование чувств эмоций там каких-то проявлений то есть формально у вас хорошая порядочная семья вы ходите на работу у вас там какая-то совместная жилплощадь человек там приносит деньги или выполняет там минимум каких-то бытовых обязанностей там кто это муж жена как у вас что там семье распределено то есть нормально все знакомые ваши там близко и ваше окружение вообще уверен что все хорошо все прекрасно а вы даже с близким человеком ну никогда не можете поговорить обсудить просто то что вас беспокоит или близкий видит как вам тяжело сложно перешагивает просто через вас или вам нужна помощь а близкий говорит да 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 все нормально вылечишься подтянешься все будет хорошо это разные гана грани игнорирование эмоциональных потребностей то есть рано или поздно неглектор вот так же вам когда вам очень плохо будет и скорую во время не вызовет например скажет а она или он уснул там не знаю отдыхал настроение было плохое я не знаю что произошло а в чем дело и потом неглекторы искренне удивляются а то если вы например партнер или партнерш принимает решение уходить или союза ли там из этого союза ли какие-то еще шаги предпринимать а что случилось у нас все нормально ты жиру бесишься у нас все хорошо а у вас тотально огромная дыра в душе то есть то самое одиночество в отношениях так когда отношения формально есть другой вид вот этого незаметного предательства предательства отрицания когда человек отрицает свою долю ответственности в ситуации вспоминаем наших с вами абьюзивных персонажей вспоминаем там любые другие ситуации когда вы и так прекрасно чувствуете понимаете что вами манипулируют что с вами ведут например какую-то беседу в стиле демагогии что вас уводят в сторону например да там что что-то произошло человек конкретно накосячил там что-то у вас забрал как-то вас подставил там неверность какая-то есть или что-нибудь еще вы пытаетесь разбираться разговаривать например вы пока не готовы обрывать эти отношения прерывать и человек полностью себя сбрасывает вину вам говорит это ты на самом деле меня довела это ты создал такие условия что я себя чувствую некомфортность отрицать свою долю ответственности а следующий тип незаметного предательства это осознанное бездействие или замалчивание но осознанное бездействие это как вот например с неглектом может быть близкий знает например что вот вам это важно и близкий узнает какую-то информацию но вам просто об этом не говорит таким свои причины не говорит может отомстить вам хочет из-под тяжка может быть человеку выгодно чтобы да там у вас какие проблемки были чтобы вы более зависимыми от него или нее стали то есть осознанно вам не говорит о чем-то зная что это принесет вам ущерб или знаете там такие ситуации подлинки там когда почту прячут когда например вы ждете письмо там из каких-то органов или какой-то общий знакомый просил передать например там до жене вашей что готов вас там куда-то на собеседование в хорошее место пригласить а жена ваш там вам специально об этом не говорит есть разные разные то есть осознанное бездействие это когда можно было бы где-то подключиться и несложно было бы человеку это сделать но человек принимает решение не действует то есть это тоже нанесение вам ущерба другой вид вот такого скрытого тихого осознанного придав при этом осознанного предательства это скрытый саботаж то есть одно дело просто саботаж я не буду это делать а другое дело да 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 я это сделал ты мне поможешь там не знаю на защите моей или на семейном празднике или там ты меня отвезешь вот туда да 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 все сделаю все хорошо не переживай уже близится время ну как ты готов или готова к этому ты там как-то участвовать наступает время а я тебе ничего не обещал ты о чем или ой а я что-то не так поняла а я думала ты просто вот так мне об этом говорил то человек вас конкретно подставляет при этом не озвучивает же два живом мотивы что вас хотел подставить все ровно правда искренне был готов вам помочь но что-то пошло не так случилось некое недопонимание да и еще осознанный вид вот этого тихого скрытого предательства это игнор а по сути этой кто к тому же не глея кто можно отнести собственно составляющая того же неглекта и отдельный это инструмент человек знает как вам больно как вы мучаетесь какой психологический ущерб это вам наносит но человек вас упорно игнорирует молчит да тем самым там может быть занижая вашу самооценку унижая вас да еще там загоняя вас в какие такие рамки где вам очень тяжело и некомфорт все это виды предательств поэтому честно себе говорите там с кем вы живете с кем вы строите отношения и вовремя какие-то решения принимать друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как коуча буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч